Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Теперь проигрываю похожие ситуации в возрастной жизни. История такая, было мне лет 12, я шла со школы с подругой, которая жила по соседству с моими дедами, в частном секторе через забор. Мы заболтались, я проводил ее до дома, а потом пошла домой. Через час пришла бабочка с прутом и сказала, чтобы я немедленно собиралась и шла просить у деда прощения за то, что прошла мимо их ограды и не зашла. Всю дорогу нагнула меня прутом, как теленка, и просила, и говорила гадости, всяко обзывала. Когда мы пришли к дедам, меня все колотило. Дед сидел с бледным и очень злым лицом, меня заприсло еще больше. Я начала просить прощения, мне пришлось просить раз в 10, я вообще заикалась и плакала. В итоге он резко за глаза был, и глядывал на меня очень злобно. Подобных ситуаций было много. Меня также заставляли вымоливать прощения даже за то, что рассказал свое мнение. Сейчас в возрастной жизни я иногда попадаю в похожие ситуации. Конечно, меня не заставляют вымоливать прощения, не гоняют протон. Но бывает так, что спускают лайк уже к всякому ерунду, почему это не прекращается и как это прекратить. На самом деле здесь история про то, что несмотря на всю тягость этой ситуации, вам в этой ситуации, очевидно, было все понятно. Вам было понятно, что вы плохая, вот, кто-то хороший. И это некая такая определенность, которой вы можете текотеть до сих пор, потому что на себя вам опираться сложно. У вас много боли, у вас много переживаний на этот счет, и в первую очередь необходимо это прожить. Чтобы вас это не отправляло, чтобы вам это не мешало, чтобы вы могли существовать дальше. Когда это будет сделано, я думаю, что вы сможете найти для себя ресурс, чтобы по-другому вести себя в ситуациях, когда на вас пускают лайк. В частности, например, перестать воспринимать это на свой счет, как вы это делаете сейчас. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам взять над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.